Всем цифровой привет! В этом видео вы узнаете как продать воздух или заработать 35 тысяч рублей всего за 5 минут. А уж каких сказок насочиняли под это дело, позавидует даже Эрик Давидыч вместе с Корнеем Ивановичем Чуковским. Потому попрошу особо впечатлительных зрителей воздержаться от просмотра этого видеоролика. Также мы с вами прикоснемся к прекрасному и очень интересному девайсу стоимостью под 300 тысяч рублей с очень тяжелой, а заодно любопытной и крайне запутанной судьбой. Оставайтесь с нами до конца и я поделюсь всеми нюансами и особенностями этой истории. Материал будет полезным, так как все мы рано или поздно столкнемся с необходимостью ремонта своего устройства. Сегодня к нам прибыла вот такая коробочка, приличного размера. Давайте поскорее распакуем и посмотрим, что за сюрприз ждет нас внутри. Тут оказалось целых три полиэтиленовых свертка. Сверху пупырка, она же радость моего детства. В самом большом из них все без сюрпризов. Это сам красавец ноутбук. Открываю и вижу одну бумажку. Показывать ее я вам, конечно же, не буду. Но это пока не буду. Забегая наперед, скажу, что это несомненно очень интересный документ. Прямо свидетельствующий о... Ну, в общем, совсем скоро все узнаете сами. Убираем ее, пока мне не стошнило, и продолжаем. Предмет свертки размером поменьше, в принципе, ожидаемый. Это мощный блок питания для нашего цифрового гостя. На нем, кстати, присутствует загадочная наклейка с цифрами 86-86. Что это такое, я не знаю. Если знаете вы, то напишите комментарий. А вот третий самый маленький сверток изначально увлекает своей загадочностью. Что же такого могли положить маленького, компактного и притом хрупкого? В этот момент я еще не понимал, что это будет основной перл этого сюжета. Давайте поскорее распакуем. Да это же оперативная память с помятой и совсем немного поврежденной наклейкой. А теперь посмотрите на нее. Ну, что тут скажешь, обычный модуль объемом 48 гигабайт. Стоп. Что? Офигеть, у меня в рабочем компьютере меньше, чем в этой одной планке памяти. Что ж там за ноутбук-то приехал? А у нас с вами, уважаемые зрители, прибыл в гости из далекого и солнечного города Краснодара замечательный Asus ROG Strix G18, G814JZ. С просто потрясающей комплектацией. Посудите сами. Здесь, наверное, почти самый мощный мобильный процессор на рынке. i9-13980HX. Видеокарта RTX 4080. 96 гигабайт оперативной памяти DDR5. SSD накопители 2 терабайта. Ну, хоть здесь, как в моем ноутбуке. 18-дюймовая матрица с разрешением 2560 на 1440. С адаптив Sync и даже Dolby Vision имеется. В общем, я думаю, всем понятно, что это божественно. Ну, а теперь драматическая часть нашей истории. Ноутбуку не повезло изначально. Он был приобретен в начале 2023 года на eBay у вроде как официальных партнеров Asus. В начале первой половины 2024 года владелец утром увидел черный экран вместо ожидаемого изображения и услышал негромкий писк. Видимо, это пищал мастер из ближайшего сервисного центра, который очень обрадовался, что рядом с ним сломался такой дорогой ноутбук. Но это не точно. Аппарат отнесли в сервис, пока не будем афишировать его имя. Посмотрим на развитие ситуации. Заранее лишь скажу, что это сетевой сервис и он уже успел засветиться аж на трех каналах моих коллег. Причем, как вы и сами догадались, засветился он именно в том свете, что вы и подумали. Клиент нам поведал следующую информацию. У вас умерли два чипа и их замена стоит 35 тысяч рублей. А вот в акте, выданном владельцу, информация совсем другая. Как пишут исполнители, была проведена замена распределителя питания плюс деталь аналог G814, восстановление цепи и питания, замена микросхемы контроллера изображения плюс деталь аналог G814. Теперь самый печальный факт. На ремонт Григорий Юрьевич, к сожалению, согласился. Через неделю ему перезвонили и сказали, что, мол, маловато будет и надо добавить еще 27 тысяч за процедуру реполинга. Также добавили, что в машине за кучу денег не будет работать второй слот ОЗУ. А после серьезно пригрозили, в надежде окончательно испугать владельца. Если вы вставите во второй слот оперативную память, то ваш ноутбук окончательно и бесповоротно умрет. Я не буду торопиться с выводами и потому попридержу свои комментарии. Судя по предыстории, ситуация максимально необычная. Я даже немного затрудняюсь в дальнейшей последовательности действий. Для чего нужно было предлагать реполить процессор. И даже после этой процедуры второй канал памяти все равно работать не будет. То есть о двухканальном режиме работы оперативной памяти можно забыть. Что, в принципе, является убийственной ситуацией, учитывая класс этой машины. Но давайте попробуем вместе размотать этот запутанный клубок. Заказчик отказался от реполинга и выслал машину к нам. То есть, по идее, ноутбук сейчас должен не работать. Ведь ему нужна процедура репола процессора. А вот заказчик говорит, что ноутбук работает, но с одной планкой памяти. Второе ни в коем случае вставлять нельзя. Иначе, как вы слышали, Земля может сойти с орбиты и нас атакуют инопланетяне. Ой, ну, то есть ноутбук окончательно сгорит. Думаю, первым этапом правильнее всего будет выяснить, действительно ли ноутбук работает или нет. Включаем. Изображение есть. Грузим систему. Система загрузилась. И ошибок в диспетчере нет. Ноутбук видит 48 гигабайт АЗУ. Я пока не знаю, одна там планка или нет, так что давайте разберем и посмотрим. Вывинчиваем винты из нижней крышки и складываем их в органайзер. После чего отщелкиваем тонким, толстый не влезет пластиковым медиатором, защелки по периметру крышки. И, наконец, снимаем ее. Сейчас наше главное оружие – это глаза. Ой, то есть визуальное обследование. На нижней крышке ничего подозрительного не обнаружено. Мелкий налет пыли в некоторых местах. И все. Осматриваем саму плату и попкейс. И знаете, что я вам хочу сказать? На первый беглый взгляд, я вообще не вижу, что что-то паялось или менялось. Заводская пломба целая и да. Кто-то из зрителей возразит – пломбу можно снять аккуратно и наклеить обратно. И это действительно так, потому не будем спешить с выводами. А вот в слоте памяти стоит только одна планка, тоже на 48 гигабайт. Полностью идентичная той, что прислали отдельно. Видимо, заводской комплект на 96 гигабайт. Что же мы с вами будем делать дальше? Конечно, можно вставить вторую планку памяти и посмотреть, что будет. А сейчас, наверное, кто-то из зрителей возразит и скажет – Сергей, ты что, совсем тупой, что ли? Сказали же тебе умные люди. Вставишь планку и сломаешь дорогой ноутбук. У тебя хоть финансов-то хватит на компенсацию? На что я бы ответил. Ребята, если бы я был далек от электроники, ну, не так, как сейчас, а еще раз 50 дальше, то я бы, наверное, испугался и не стал рисковать. Может, кто из знающих подскажет, как такое вообще может быть? Что должно случиться с планкой памяти, чтобы она убивала ноутбуки? Ну, только если какое-то восстание машин не иначе. Даже если у модуля короткое замыкание по одному из напряжений. Стабилизатор на материнской плате просто уйдет в защиту и все. Как это может убить ноутбук? Ну, только если вставлять ее неправильно или не той стороной. Большего моя фантазия, к сожалению, ничего не придумала. Но, тем не менее, давайте на всякий случай проверим сопротивление по всем напряжениям на самой планке. Долго тянуть я не буду, у нас все окей. Также на всякий случай я быстренько пробежался по всем линиям и тут тоже ничего криминального не обнаружил. Потому давайте ставим планку на свое место и посмотрим, как себя поведет ноутбук. И... нет и не так. Черный экран. Я понимаю, что первый старт дольше обычного, но ждал я неприлично долго. Кстати, такое поведение ноутбука ведь вам тоже кое-что напоминает. Ну, согласитесь, он очень похож на тот, что был изначально у владельца до сдачи в сервис. Клиент так и пишет. Пропало изображение. Так а что с ноутбуком сейчас? Он не работает. Эх, сейчас скажут, убил аппарат. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тебя же предупреждали. А теперь давайте-ка попробуем вытащить второй модуль УЗУ. Включаем. Так. Изображения нет. Убил, наверное, все-таки. Эх, теперь придется увольняться, бежать из страны, быть иммигрантом. Ух ты, ноутбук ожил, так что побег временно отменяется. А теперь давайте проверим только якобы сломанную, убивающую все подряд, планку терминатора. И знаете что? Ноутбук с ней тоже работает. Самые сообразительные, думаю, догадались, что проблема стала быть во втором слоте памяти. И что-то мне подсказывает, что в том сервисе тоже об этом догадались. Здесь нужно оговориться. Уважаемые зрители, я, конечно же, понимал, что модуль памяти не может убить ноутбук. Если бы была малейшая опасность, я бы, конечно, не стал рисковать. Так зачем же клиенту сказали про эту сказку? Ланка ведь полностью рабочая. У меня, конечно, уже есть версия, но я пока ее попридержу. Выводы будем делать, как обычно, в конце видео. Как всем уже понятно, процессор не видит второй слот памяти. Сейчас мы с вами разберемся, почему так происходит. Для начала полностью демонтируем плату из корпуса и снимаем систему охлаждения. А дальше будем уже разбираться во всем вместе. Систему охлаждения я снял. Кристаллы охлаждаются через жидкий металл, как ГПУ, так и ЦПУ. Ну и коротко о главном. Теперь можно с уверенностью сказать, что систему охлаждения никто до нас не откручивал. Родной заводской термоинтерфейс нанесен именно на заводе, с характерным для этого нанесения способом. Если присмотреться, то жидкие прокладки нанесены даже под отсутствующие две микросхемы кадрового буфера, которые с завода не распаяны. Теперь у меня нет ни малейшего сомнения в том, что система охлаждения снималась только один раз, и это были мы с вами. Убираем жидкий металл, чтобы его не расплескать и обезопасить материнскую плату. И, наконец, постепенно переходим к ее величеству – диагностике. Ведь именно от нее и будет зависеть судьба ноутбука. Плату в порядок я привел, и перед тем, как проверять, какие работы с ней проводились, учитывая, что плата работает, я бы сперва разобрался с незначительным дефектом платы. Почему же контроллер памяти, который находится в процессоре, не работает со вторым слотом? Если очень коротко, то это может быть по трем основным причинам. Самое распространенное и популярное – это обрыв какой-либо линии, будь то адресная или линия данных, между контроллером памяти в процессоре и слотом. Второе – это отсутствие одного из питаний, что бывает очень редко, ведь по питаниям слоты почти всегда запараллелены, и если один работает, то тут обычно все окей. И, наконец, третье – это сам поврежденный слот. Конечно, есть еще несколько моментов, но пока ограничимся только этим. Визуально я не вижу никаких повреждений слота, зато вижу кое-что другое. Мда. Но пока опустим подробности и место выводов. Сейчас переходим к самому распространенному дефекту для такой ситуации. Здесь у нас используется память DDR5, и такой тестер я, конечно, купил, но он еще едет. Потому воспользуемся старым дедушкиным способом и замерим падение каждой линии от слота до контроллера памяти. Таким образом мы проверяем целостность этих линий. И… недолго я занимался этой процедурой, но вот результат ее меня точно удивил. Контроллер памяти имеет пробой по одной из линий, а это уже совсем плохо. Видите, это очень маленькое значение, а должно быть оно вот таким. А значит, сам i9-13980HX у нас под замену. Но не торопитесь, это не единственный сюжетный поворот, что вас ожидает. Сейчас кто-то из зрителей скажет. Так это жидкий металл затек и замыкает эту линию на землю. Жидкий металл – это ужас и кошмар, и его придумали, чтобы убивать технику. Ну и так далее и тому подобное. Да нет, ребята, ничего никуда там не затекло. Даже если бы что-то, ну допустим, тот же жидкий металл, замыкал бы эту линию на землю, то там бы было короткое замыкание. А уж никак не 2,3 Ома. Ну ладно, ладно, когда сниму проц, померю этот контакт прямо на его подложке, чтобы всем было спокойно. Ну и конечно же, ремонт у нас может не получиться. Почему? Да потому что клиент может отказаться. Ноутбук, конечно, хоть как-то работает. Правда, тут еще такой момент, что неизвестно, сколько он проработает в таком состоянии. Но и здесь нужно еще учитывать, что сам процессор стоит как крыло Боинга. Так что держите кулачки за меня, а я пошел согласовывать. А у нас хорошие новости. Ремонт таки состоится. Но, к сожалению, данный свежайший процессор нужно будет заказать. Наличий такого, увы, пока нет. И я, составив очередной список для наших поставщиков, получил утвердительный ответ, перевел деньги и стал ждать. В это время я еще не понимал, в какую интересную авантюру я попаду. Процессор пришел. Действительно новый, все замечательно. Но вы же понимаете, что не может быть все везде хорошо. Несмотря на то, что он новый и в идеальном состоянии, это не тот процессор. Посмотрите внимательно на маркировку родного процессора, а заодно гляньте, что на его поверхности. Интересные отметины, не правда ли? SRM-E9, но это инженерное название, маркетинговая i9-13980HX. А приехал SRM-EC. Что? Но это ведь в маркетинговом виде i9-13900HX. Разница то, конечно, совсем маленькая, и то только в турбобусте, причем всего 200 МГц, это в производительных ядрах. В эффективных и того меньше, только 100 МГц. Есть, конечно, и маленький положительный момент во всем этом. Процессор будет хоть чуть-чуть, но все же холоднее. Но дело ведь не в этом. Клиенту-то обещан родной. А теперь коротко о том, как такое произошло. Я запросил именно 980. Мне сказали, что он есть, и выставили счет, в который я даже не заглядывал. Это не входит в мои обязательства, и этим занимается другой человек. И, как оказалось, очень зря. В счете фигурирует как раз i9-13900HX. Что я могу сказать? Приношу свои извинения. Это действительно очень неприятно, когда ждешь одно, а получаешь совсем другое. На будущее буду, конечно, вводить какие-то новые алгоритмы в целях предотвращения таких проблем. Благодарю Григория Юрьевича за то, что пошел к нам навстречу, и мы можем продолжать ремонт. Ну а теперь к технической части. Ставить процессор на заводские бесвинцовые шары я не буду. У меня есть трафарет, через который мы установим новые шары, которые имеют температуру плавления 185 градусов. Это намного безопаснее. На них мы и поставим наш процессор на плату. После рибола готовим саму материнскую плату к пайке, снимаем все, что можно снять, и отклеиваем наклейки. Скажу сразу, что наклейки я отклеиваю первой, и до меня этого никто не делал. Также обязательно запоминаем или фотографируем места, где они располагались. Их нужно будет вернуть с точностью до миллиметра обратно. После чего сперва нужно снять родной процессор, затем подготовить монтажную поверхность под установку нового, и наконец запаять новый ЦПУ. Замена произведена, плата остывает, и мы будем продолжать. Перед включением давайте измерим падение на контакте, где у нас был пробой контроллера памяти. Теперь падение здесь в пределах нормы. А значит, по-быстрому подсобираем аппарат, клеим наклейки на свои места, они, кстати, отлично липнут и никак не потеряли своих свойств в клейкости. После чего ставим плату в корпус, и по-быстрому для теста наживляем систему охлаждения через термопасту, для проверки работы двух каналов. ЭПИЧНЫЙ МОМЕНТ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Включаем. Убьет ли планка памяти и новый процессор, или же он окажется крепким парнем? И... И... И нифига не работает. Наверное, кто-то напишет, что я не подключил вентиляторы, ну, для того, чтобы включить и просто зайти в биос, этого будет достаточно. В общем, как видите, опять этот умник облажался в диагностике, заказал дорогущий проц, а дело, конечно же, не в нем. Да в нем, конечно же, в нем. Вот вам изображение, а теперь зацените объем оперативной памяти. Все 96 гигабайт. А значит, планка-убийца пока пощадила проц. Но она обязательно вернется к своему темному прошлому, и, наверное, завалит проц через пару... пару лет. Выключаем машину, нельзя ей долго работать без вентилятора. Тут маленькая оговорка, ребята. Конечно же, это все ради юмора, и никаких рисков не было вообще. Дефект проще паренной репы, только запчасть дорогая. Теперь по-быстренькому подключим все, но оставим ноутбук пока на термопасте. Нужно проверить систему на загрузку и провести легкие тесты. А дальше... А дальше будем по тяжелой. Система загрузилась. В свойствах все в порядке. Это i9-13900HX и 96 гигабайт оперативной памяти. Ошибок в диспетчере нет, так что все у нас хорошо. Просто сделать правильное техническое обслуживание с заменой термоинтерфейса будет скучновато. Потому давайте посмотрим, как на термопасте себя поведет этот i9-13900HX. А заодно узнаем, оправдано ли применение, как говорят, опасного жидкого металла. Или же в мощных машинах это необходимость. У нас температура пэккедж процессора чуть больше 70 градусов. Термопаста, конечно, не топ, средненькая, это GD900. Ну и плохой ее тоже не назовешь. Казалось бы, классный результат. Но вот только частота работы процессора остановилась на 2,5 ГГц. Но понятно, что процессор работает, все хорошо и можно продолжать ремонт. Ну что ж, а теперь все сделаем по всем правилам. Разбираем ноутбук, аккуратно удаляем старые жидкие термопрокладки и будем наносить новые. Сперва собираем их пластиковым скребком, чтобы не размазывать остатки по плате. А как большие скопления будут собраны, проходимся сначала сухой салфеткой, чтобы собрать уже почти все. А затем уже вытираем остатки салфеткой с химией, обезжиривая поверхность. После чего аккуратно и равномерно нанесем правильные жидкие термопрокладки на видеопамять и системы питания. В этот раз использовать будем свеженький Layered 607. Наносится он не так уж и сложно, конечно, если материал не просрочен. После чего займемся самим жидким металлом. Сергей Сергеевич, а что у нас с листочком из другого сервиса? А, чуть не забыл. Самое интересное. Итак, значит листочек. Судя по нему, для ремонта ноутбука потребовалось обуть клиент... Ой, извините. Заменить распределитель питания, да еще и на аналог. И это еще не все. Также нужно было заменить микросхему контроллера изображения, причем тоже почему-то на аналог. Ну, волшебники и кудесники, а не подскажете вы нам, что там на какой аналог вы меняли, если на плате стоят исключительно оригинальные запчасти? То есть запчасти именно с той маркировкой, которые и должны стоять на этой материнской плате. То есть ни одного аналога нет вообще. Но на этом волшебство не прекращается. Я лицезрел плату во всех видах, включая самые неприличные в всех углах и во все свои четыре глаза. И смею вас заверить, что ни одна микросхема на этой плате не паялась вообще. Наверняка и здесь найдутся скептики и скажут, да кто ты вообще такой и как ты можешь такое утверждать? Можно ведь аккуратно паять и ты даже не заметишь, менялась ли деталь или нет. Да вот нифига. Ребята, как не паяй аккуратно, любой специалист, ну, с более-менее опытом, определит это на раз-два. Вот посмотрите, как вроде бы аккуратно я запаял эту микросхему. Все ровненько, флюс отмыт, выглядит прям изумительно. Уж простите, что хвалю себя сам, так что прошу компенсировать и обязательно написать мне гадости в комментариях. Но думаю, навряд ли кто скажет, что плохо. Выглядит прям аккуратно и как на заводе. Ну, как вы думаете, что на 100% сдаст информацию о том, что эта микросхема паялась? Ответ я дам сразу, потому если хотите проверить себя на эрудицию, можете поставить на паузу, посмотреть на картинку и подобрать для себя интересный вариант. Ну, а я отвечаю, посмотрите внимательно, как выглядит припой до пайки и после пайки. Я думаю, вы видите, что из матового превратился, ну, как бы в глянцевый и немножко блестит, особенно если поиграть светом. На плате же припой под каждой микросхемой имеет матовый цвет и не блестит. Как ты в него не свети, хоть тресни, хоть лопни. Теперь о дивных формулировках. Распределитель питания. Такое на самом деле есть, но только связано это, как правило, с серверными стойками в центре обработки данных. Ну, или с школьной столовой, там тоже распределяют питание на всех учеников. Если имелись в виду свечи или коммутаторы, то, повторюсь, ни один из этих элементов на плате не менялся и даже не пропаивался. Кроме того, все, что установлено, это именно то, что должно стоять. И ни о каких аналогах и речи быть не может. Следующий пункт ремонта. Микросхема контроллера изображения. И тут, на счастье, сервиса на плате действительно есть микросхема, тем или иным образом связанная с выводом изображения. Которая также точно не менялась. Стоит она рядом с процессором, шары заводские и даже несколько месячная пыль под ней присутствует. Ну, а вообще, конечно, назвать мультиплексор дисплей порта контроллером изображения, ну, наверное, можно, если не открывать документацию. Ну уж, к этому придираться не будем. А теперь о том, к чему на плате прикасался паяльник. А он здесь прикасался. И в этом сомнений нет. Производилась пайка от того самого слота, который не работал. Если присмотреться, то видно, что когда в слот тыкали паяльником, поцарапали маску. А если присмотреться еще сильнее, то видно, что в слоте присутствуют следы какого-то дешевого флюса. Отмою его за кадром как смогу. Но, я думаю, понятно, что при таком подходе и качестве пайки, если бы были поменены какие-то микросхемы, я бы это увидел. Причем даже без своих очков. По поводу названия сервиса. Ну, на данном этапе я скажу, что это сетевой сервис, и он присутствует в каждом, ну, более-менее крупном горе. Скажу более, с этим сервисом не только я столкнулся несколько раз. Ну и Виктор Веклич с канала Викон, Григорий с канала Ноутбукер и Алексей Юрьевич из АСЦ. Со всеми этими грамотными специалистами я разговаривал на эту тему. Более того, на ютубе уже есть целая куча роликов, где на этот сервис натыкались даже юристы. Я не знаю, конечно, существует ли вообще какая-то комбинация слов, которая может объяснить, что у них там происходит. Но я пока ограничусь тем, что это видео будет у клиента. И я очень надеюсь, что сервис все-таки вернет деньги. Ну, учитывая ту ситуацию, что я даже не знаю, как ее описать. Хотя на самом деле одно слово все-таки приходит на ум, но я лучше пока воздержусь. Но если все это будет продолжаться, то, думаю, надо будет посоветоваться с коллегами и что-то придумать. Ладно, нам осталось сделать техническое обслуживание и помониторить температуру. Спонжи, удерживающие жидкий металл на чпах, у нас целые. Кстати, посмотрите, в каком идеальном состоянии теплосъемники. Просто прям как зеркало. Конечно, чуть-чуть полирну нежным мягким диском и можно наносить металл. Кстати, Intel и AMD немного по-разному пытаются удержать жидкий металл только на кристаллах. Причем, по моему мнению, AMD это сделано немного лучше. AMD использует эластичный ограничитель, который не позволяет разбежаться жидкому металлу. Но по периметру процессора лежит спонж. Intel же использует только спонжи, а конденсаторы на чпе. Да, на процессоре 13-го поколения они тоже есть. Просто заклеивают каптоновой наклейкой. Но давайте мы с вами не будем клеить что-то каптоновое на элементы, а обезопасим их с помощью ОФ-лака. Нанесем его на эти самые конденсаторы и дождемся его отверждения. Терять время мы не будем. Как говорится, пока ты его убиваешь, оно убивает тебя. Так что займемся проверкой родного процессора. Сперва удаляем припой на его выводах, иначе получить адекватные значения мы не сможем. Теперь смотрим, куда идет тот контакт. Ага. Отчитываем 19-й контакт и смотрим падение. И... Ну, в общем, без сюрпризов. Вот и наши знакомые 2 с копейками Ома. Теперь уже можно наносить жидкий металл. Все, как обычно, очень аккуратно и используем минимум материала. Избыток металла ничего хорошего не даст, а вот плохого запросто. Ну и, конечно же, все это делается на чистый и обезжиренный кристалл. Не забываем, что обработать надо обе поверхности. Теплосъемник тоже. Также, пока ждал, изготовил дополнительный спонж, как у АМД, вокруг чипа. После чего, наконец, прикручиваем систему охлаждения и включаем нашего красавца для полноценных тестов. Итак, нанесли жидкий металл. Смотрим, что изменилось. Теперь температура выше 90 градусов. Что? Так это же больше, чем было на термопасте. Но, на самом деле, теперь мы можем позволить себе включить турборежим, и процессор трудится уже на частоте 4,4 ГГц, что почти вдвое больше, чем было. Как вентиляторы разошлись на максимум, температура стабилизировалась на 93-94 градусах. Высоковато, конечно, но при такой мощности иначе никак. Тут у некоторых зрителей может появиться вопрос. Сергей, а как же так? Почему ты не включил турборежим, когда тестировал процессор на термопасте? Потому что я не хочу ставить эксперименты на дорогущей, да еще и чужой технике. А вы сами бы сильно хотели, чтобы в сервисах на вашей технике эксперименты ставили? Вот и я думаю, что не стоит. Режим турбо для такого процессора на термопасте – это сильно. Теперь 3D-тесты, но, честно говоря, здесь все окей. Ноутбук работает как новый. Количество очков мы набрали достаточное, и температурки всех узлов видеосистемы в порядке. Нужно будет еще потестировать на дистанции, прежде чем отправлять клиенту. А вот и виновник всего торжества, крупным планом. Красив, силен, но, увы, подбит по второму каналу. Ему тоже пора паковать чемоданы и собираться к владельцу, где ему предстоит писать объяснительную о плохом поведении. Ой, да, чуть не забыл. К возврату неисправного процессора клиента приложу еще вот это, чтобы не сказали, что не поменял. Хорошо, что не надо прикладывать еще кровь, пот и слезы, потраченные во время ремонта. Но это уже мелочи. В этом видео мы занимались ремонтом ноутбука после профессионалов, которые взяли деньги за... Ну, я думаю, каждый сам сделает выводы, за что. А вот в этом видео сервис просто уничтожил новый ноутбук клиенту. Как это было и что из этого вышло, вы сможете узнать в этом видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok